Добрый день, Марат Готович. Здравствуйте. Ну, тема у нас не очень приятная, тема у нас тяжелая. Сразу возьмем быка за рога, как говорится, в нашем случае только корову, потому что речь пойдет о молоке. Вот первоначально было заявлено, что запрет на ввоз сухого молока стартует 26 февраля, затем эту дату перенесли на 6 марта. Нет ли такого ощущения, что вот этот люфт в неделю кому-то все-таки выгоден? Белорусская сторона попросила для уяснения некоторых документальных, других отношений, вот этот запрет пока приостановлен. Я не знаю, как дальше, но мы, конечно, очень надеялись, что вот этот безобразный завоз всякой продукции, и не только белорусский, хотя это проходит через Беларусь, в страну это прекратится и поможет нам как-то найти и свою нишу на рынке Татарстана, России. Объективно цена молока мы считаем 25-26 рублей за литр. Но сегодня, к сожалению, мы с большими усилиями, в том числе уговорами, даже в какой-то степени административным давлением на переработчиков, на наших других заготовителей, мы сегодня удерживаем 22 рубля 60 копеек. Хотя дело идет к весне, надои все равно будут расти, традиционно ближе к весне и лету закупочные цены, они объективно и снижались. То есть может быть произойти еще дополнительное снижение? Мы были в Алексеевском районе, где уже литр берут за 14 рублей. Это у населения. У населения, да? Да. Но мы население-то еще найдем в рычаге, как поддержать. Потому что кто держит одну корову, у него вообще никаких проблем нет. Потому что для собственного потребления производят молоко, а у кого же 2, 3, 4 и более коров, они, конечно, пострадают. Поэтому мы с опережением прошлых лет приняли решение 360 миллионов рублей, которые традиционно мы в августе давали для двойного стада населения. Мы его сейчас будем давать в первой декаде марта. С другой стороны, на прилавку ничего решили не стало. Вот что обидно еще самое главное. И почему вот именно структуры, в том числе федеральные, надзорные, они слабо реагируют на эти вещи. Мы собственное население в его достатках должны защищать, правильно? И при этом в торговых сетях наценки доходят до 85, до 90% на отдельные молочные продукты. Не говоря уже мы 45-50% уже как норму воспринимаем. На чьи-то узкие интересы работает эта экономика? Это многомиллиардная экономика. На чьи-то узкие интересы? Не на интересы населения. Тем самым еще высокие наценки, они лишают населения потреблять в том количестве, которым они хотели бы употребить этот продукт, этот молочный. И поэтому мы наблюдаем снижение потребительского спроса тоже у населения. Дорого потому что? Потому что дорого. Большая часть эконом-класса могла бы позволить, если разумные были наценки, большего количества потреблять. Ну, что делать тогда? Какие меры сегодня необходимы? Ведь запрет на ввоз – это только полумера получается. Безусловно, в первую очередь, конечно, упорядочить надо завоз. Во-вторых, наше государство должно быть заинтересовано на развитии собственного товаропроизводства. С одной стороны, когда мы говорим, что нам 7 миллионов тонн молока не хватает в стране, и при этом не позволять собственному товаропроизводителю развиваться и ставить его в такое положение, это мне, мягко говоря, непонятно. Нам сейчас ускорить надо модернизацию, в том числе. Мы примерно каждый месяц будем расти примерно на 100 тонн увеличения суточной переработки. И к концу года у нас будет возможность в порядке 3000 тонн, собственно, сырья перерабатывать в сутки в республике. Спасибо вам за такое откровенное интервью, Врат Готович. До свидания. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...